На прошлой неделе Уйгурское движение организовало курс в Вене, Австрия для обучения уйгурской молодежи дипломатии, международным отношениям и политическим знаниям. Глава уйгурского движения Рушен Аббас председательствовал на церемонии открытия учебного курса. В церемонии приняли участие президент Всемирного уйгурского конгресса Долку НСА, директор Центра уйгурских исследований Абдулхаким Идрис, президент Австрийской ассоциации уйгуров Мивлан Делшат, член парламента Австрии Гудрун Куглер, член независимого парламента Марта Бисман, член местного парламента Вены Соиб Акпынар, сотрудники посольства США в Вене, представители посольства Японии, президенты Федерации турецких организаций в Австрии, президенты Федерации исламских организаций Австрии и другие интересующиеся уйгурскими вопросами. Оказалось, что Кембриджский университет, одно из давно зарекомендовавших себя учебных заведений Соединенного Королевства, работает с китайскими военными. В докладе, опубликованном Центром перспективной фотоники и электроники, при Кембриджском университете в качестве одного из партнеров упоминается Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация – военное предприятие китайских военных. Заявляется, что официальные лица китайского военного ведомства приняли участие в трехнедельной программе обучения в Кембриджском университете. С другой стороны, Кембриджский университет, как сообщается, получил более 2 миллионов евро от китайской космической компании за партнерство. Китай решил запретить использование iPhone в госучреждениях. Пока не ясно, насколько инклюзивным является это решение. Как сообщает Wall Street Journal, со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу, запрет на использование этих устройств был наложен на сотрудников их старшими менеджерами в последние недели. Но пока не ясно, насколько инклюзивным является это решение. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что от Пекина зависит, бросит ли напряженность между Индией и Китаем тень на саммит G20. На пресс-конференции Салливан обсудил напряженность между Индией и Китаем в преддверии саммита лидеров G20, который состоится в Индии 9 и 10 сентября. Что касается влияния напряженности между Индией и Китаем на саммит, Салливан сказал, это зависит от Китая. Если Китай захочет, есть возможность вмешаться и сыграть роль игрока, меняющего правила игры. Президент Филиппин Бонгбонг Маркос заявил, что законные интересы его страны игнорируются из-за спора в Южно-Китайском море. 6 сентября 2023 года Маркос сделал заявление на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии относительно спора в Южно-Китайском море. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что они не принимают возражения Японии, требуя изъятия карты китайского правительства, показывающей, что острова Дяо и Юдао принадлежат Китаю. Главный секретарь японского кабинета министров Мацуна Хирокадзу подверг критике карту, показывающую, что острова, названные Японией островами Сенкаку и островами Дяо и Юдао Китаем, принадлежат Китаю.